Украинцы находятся вот на РЛС, буквально там 400 метров от нас, и украинцы находятся в 40 метрах от нас в новом терминале, где-то порядка 100 человек, возможно больше. Ну, взлетку они не контролируют, ничего не контролируют, пытаются там вести какие-то беспорядочные огонь по нам, ну, можно сказать, что терминал находится полностью под нашим контролем, а нахождение в новом терминале, это вынужденная мера, мы придерживаемся договоров, минских соглашений, и поэтому, как бы, находимся, они здесь еще пока находятся, лишь поэтому. Вот и все. Спасибо. Нет, так просто не сможет. Хорошо. Мы здесь расчистили, поставили огневую позицию, потому что 5-го числа этого месяца я был на втором этаже, вот, там за утесом, и ранило, прям танк лупил. Да, танк ударил, и прилетел прямо на позицию, и меня ранило. Лицо, рука, нога, осколки. В руке и в ноге по одному осколку осталось. По земной? Грызли. Грызли, можно видеть вашу историю, вы ранил был, да? Я был ранен 5-го декабря, получается, я 4-го приехал сюда в аэропорт, сделал генератор, ну, там я соображаю немного в генераторах, пил и все как положено. Как должен знать, простой боец, все, что ему нужно. И ночью отстоял на позиции, утром пришел на позицию стоять, мы собрались укреплять ее. И чуть-чуть не успели укрепить, и выехал танк, командир рассказывал, и начал просто-напросто бить прямой наводкой по нам, по терминалу. А сколько времени тебе было в госпитал? Я был 2 недели в госпитале, ну как, я не в госпитале, я был в расположении, потому что привезли меня в травматологию, и сказали, осколки мы доставать не будем, они сильно маленькие. У меня они остались, один в руке, вот. Еще осталось? Да, дырка. Один в руке остался, 3-х миллиметровый осколок, и в ноге один, два вытащили. Вышли из гноя. А как это возвращается на передовой после ранения? Нормально, я наоборот сюда просился, я даже не долечился, я говорю, выписывайте меня, здесь скучно лежать. Хотелось на передовую опять, но с перемирием не получается отдать долг, потому что я же не такой человек, мне надо вернуть долг. Сколько тебе лет? Двадцать. Двадцать. А как тебе было по профессии до войны? Я сварщик, я только вот в этом году закончил училище, зимой. Сейчас на передовой. Да, а что, им здесь делать нечего. Это наша земля, пусть отсюда валят, по-хорошему, или будет по-плохому. Спасибо. Просто им здесь делать нечего. Они этого не понимают просто. Если не хотят уйти сами, мы их заставим. Главное, чтобы не было этих перемирий, ротаций войск и всего остального. Потому что вот сейчас перемирие, они завозят сюда свою технику, пополняют боекомплекты и перевооружают войска. Это мы замечали не раз. Ну, я вот только вчера приехал, но мне уже рассказали. И, как бы, это не сильно радует. То, что они могут опять здесь разнести всё. Просто всё. У нас только автоматы, ну, так, мелкокалиберное орудие. И вот стоит. А ты там ждёшь наступления от украинской страны? Там, я без разницы. Пусть наступают. Пощады не будет. Пленных не берём. Потому что они не нужны, пленные. Как они, как я только пришёл в ополчение, ехали на выезд, попали, получается, 1 октября, да, 1 октября, у нас перенесли первый звонок с сентября на октябрь. И ехали в автобусе женщины, дети, они ни в чём не винные. И попала возле автобуса мина. И они просто сгорели. За это какое им прощение может быть? Какой плен? При попытке к бегству, и всё. Расстрел на месте. Плена здесь, ну, никак не совместим. Потому что, ладно, мы взяли оружие, да. Потому что мы защищаем свою землю. А при чём здесь женщины, дети, дедушки, бабушки? При чём? Они этого не понимают. Они просто бьют по мирным кварталам, по мирным жителям. Там, где войск вообще никаких нет. И погибают мирные жители. Вот это вот, что они отвели свою технику на 30 километров, или сколько там. У них есть лучшее, что летит на 70 километров. И вот результат. Они просто бьют, и оно летит в город. Но зачем это? Ну, я не понимаю. Они завязали эту войну. Но развязывать придётся, наверное, нам. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...